Этот фильм посвящен турецким солдатам и снят по заказу вооруженных сил Турции. Устанавливайте приложение 1xBet на компьютер или мобильный, и большие выигрыши от 1xBet будут всегда доступны. Регистрируйтесь на самом надежном букмекере 1xBet прямо сейчас. Саглар Арт и Инсигния представляет Фильм Алпера Каглара В главной роли Джаглар Эртаглур Это Black Ship 441. Направляемся на Север. Black Ship, я вижу от 2х до 15 объектов. Так точно. Подтверждаю. Ваш приказ. Цель ясна. Прикончим этих бандитов. Отмена Black Ship 441. Дождитесь прибытия Чистильщика. Отмена Black Ship 441. Дождитесь прибытия Чистильщика. Вас понял. Чтём. В этом месте проводится операция. Вы её можете сорвать. Удалитесь. Гора 2. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... КОНЕЦ Субтитры сделал DimaTorzok Как представитель оппозиционной прессы Я сняла репортаж с гражданскими В котором распространяла ложь И я Раскаиваюсь Не раскаиваюсь Не раскаиваюсь Эти звери должны ответить Перережь Да Все и всех вырежи Думал меня можно запугать Режь Ветер Два балла из трех Расстояние 800 метров Осталось лишь дождаться распоряжения Чтобы выпустить стрелу Но все готово, Луаки? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Джейда 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 Джейда, вы в порядке? Вы не ранены? Что? У вас что-нибудь болит? Нет Следуйте за нами, прошу вас Мы здесь ради вас Нам нужно возвращаться в поселок Здесь небезопасно Мустафа, пора Хорошо, пять минут, командир Ешреф Нам нужно время Если остались бандиты, зачистим Понял Исполняю А кто вы? Спецназ Спасение И поиск особо важных людей Гвоз Быки Найдите ее гражданскую одежду Байбарс Собери амуницию Уходим А куда? Домой Мы едем домой Опять вляпаешься Исполня Поглубик Отвеченная Ни Домой Исполня Это Мур Энергия Что касается Француза Иисус Там Танцы Что случилось с твоей? Ну, та девушка, на которую ты запал. Что в итоге? Ты даже такие вещи помнишь? Она замуж вышла. Вот бы наша жизнь была радостной, как звон бокалов. Ты что, уже пьян? Ты знаешь, мы ведь ни о ком не забываем. Несем за спиной словно мешок всех тех, кого мы потеряли. Мы как грузчики. Материмся, молимся, терпим. Но все же не можем избавиться от этого. Что мертвый, что бросивший. Одинаково. Все они остаются лишь в снах. Иногда мне снится майор Яшара. Помню его последний взгляд. В этом взгляде была тревога. Но знаешь, не за себя. Он переживал за меня. Как думаешь, что бы он сказал о нас? Если бы он услышал, что мы пошли на курсы спецназа, сперва он бы похлопал нас по плечу. Рассказал бы анекдот. А потом наверняка обматерил бы нас. Верно. Агус, нам нужно научиться жить так, как Желон и прапорщик Кемаль. Иначе нас сломят. За тех, кто не забыт. Барыш, что ты видишь? Барак, командир. Рядом пусто. Мы на 24-м километре, на юго-востоке. Они скоро приедут. Что с боеприпасами? Мы кое-что собрали, но почти все ненадежно. Это были запасные. Основной пол Таруса впереди. Нам нужно как можно раньше приступить к операции. Бекер. Да, сэр. Возьми одного из раненых, устроим засаду. А почему я одна? Почему? Моя команда тоже была там. Почему только я? Мой оператор и звукорежиссер тоже могли бы быть сейчас с нами. Они не турки. Поэтому их не спасли. Все не так просто, госпожа Джейда. Да, уж говорите просто Джейда. И не бойтесь, я не буду попрекать вас за нацизм. Не попрекайте. Я не могу рисковать своими ребятами ради неграждан Турции. Да вы знаете кто? Знаем. И нас не интересуют ни ваши взгляды, ни ваша деятельность. Задание есть задание. Бекер. Приказывайте. Сначала вы с Агузом. Мы с Джейдой следим за вами. Пройдем через деревню, которая находится в 10 километрах на западе. Смотрите его. Джейда наденет мою каску и бронежилет. Если снимет, наденете насильно. Готовы? Редактор субтитров А.Семкин Что с ушами? Через две недели у меня операция на барабанные перепонки. Вы что, издеваетесь надо мной? А? Забирайте свое заявление и проваливайте. Почему вы еще здесь? У одного из вас пластина в щиколотке. А у второго вообще полный набор. Какой еще курс? Какое участие? Если вы позволите нам рассказать. По-моему, это вы не понимаете. У нас нет людей, которыми мы готовы рисковать по причине профнепригодности. Предположим, тебя мы взяли. А с этим что будем делать? Ты что, готовить будешь там на этой железке? Да чтоб тебя. Что ты сказал? Селим. Смирно! Я займусь ими. Так точно, командир. Садись. Наши отряды состоят не из отдельных людей. Они все единое целое. Если один покалечен, страдает весь отряд. Вот почему важно здоровье. К нам не хватает снайперов. Есть лишь Бекир. Ешара мы уже потеряли. Ты уже отслужил? Осталось два месяца. Бекир уйдет прапорщиком, а я лейтенантом. Ешар был моим однокурсником. И другом. Если бы в тот день нас отправили к вам в Карагахан, я бы погиб, чтобы отомстить за него. И вы хотите, чтобы я послал под пули детей, которых собой прикрыл Ешар? Мой ответ – нет. Эти дети подросли, командир. Один из них просыпается каждую ночь в поту. Единственное, что он видит во сне, как прапорщик Кемаль в предсмертном бреду, повторяет имя жены. Лейла, возможно, они впервые готовы пожертвовать собой. Называйте их кем хотите, но только не детьми. Если бы не почувствовали той боли сполна, то позвольте поучаствуем. Позвольте нам поучаствовать. Даю два месяца. Подготовьтесь. Потому что на курсах вас ждет ад. Да, вот так. Как тут все-таки тихо? А по телеку вечно ветер дует. Что? Телевизор? А ты, небось, только порно смотришь? Да уж. Мы снова остались вдвоем. Это твоя судьба. Судьба. Снег, зима, пустыня, песок. Всегда рядом с моей смертью будет Агус. Помолчи хоть немного. Ну, простите, командир. И хватит уже к званию цепляться. Как ты думаешь, это женщина Джейда? Стоило того, чтобы рисковать всем этим? Беки, разбей. Это наш долг родине. Давай тему не переводи. Имя? Не знаю. Если ты меня спросишь, она могла бы быть более вежливой. Ликер. В 662-м километре была буря. Груз под контролем. Все в порядке. Здесь все готово, командир. Можем осветить путь. Нет необходимости. Мы справляемся. Вас понял. Мы ждем вас на позиции. Джейда, в порядке? Это ваш поход? Не понял. Солдаты как роботы. А Ягрус. Это точная миссия милосердия? Вот бы вас прямо сейчас услышали мои ученики. Я полагаю, это ваше? Можете снимать все, что вы желаете, кроме нас. Вы не обязаны быть таким вежливым. А вы не обязаны быть такой благородной. Я и не думала. Знаю. Я у вас в долгу. Музыка. 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 Они всем в спину выстрелили. Где мы? 165 широты, 145 долготы. Это пограничный ров. Это случилось недавно, часа два назад. Если бы захотели, они бы спаслись. А так, все отцы говорят сыновьям одно и то же. Не бойся, сиди тихо, все обойдется, а то будут пытать. И в чем они виноваты? Для врага они не люди, а слуги дьявола. А их единственный грех – просто другая вера. Это не наше дело. Нет, командир. Это вообще не дело. Командир, да, Риф. Они идут. Пусть идут. Мы к смерти готовы. Снимите береты. И посмотрите на них. Вы тут ради этих беретов? Из выбранных на курсы 200 младших и старших лейтенантов только 20 будут допущены до оперативной деятельности. А почему? Что нас всех ждет? Герои ли мы? Воины ли? А может, легенды? Если вы так считаете, то пришли не по адресу. Мы – никто. Наша цель – остаться безымянными, неузнанными. Наши имена не будут высечены на камне. О нас не будут слагать песен. Потому что, если она станет известна, значит, мы провалились. Все наши молитвы о том, чтобы служить турецкой нации. Мы – обвенчанные со смертью. Она – наша спутница. И наши страхи и неуверенность должны быть далеки от нашего народа. Если перед смертью последнее, что вы увидите, будет ваша кровь, а последнее, что услышите – тишина, знайте, вы не одиноки. Те, кто был до вас, те, кто будут после вас, все они умрут там, вместе с вами, и возродятся вновь. Один умрет – тысяча родистов! Удачи, друзья! Спасибо! Агус, они идут! Агус! Вижу! Агус! Да тише ты, не кричи! Они подходят, Агус! Тишина в эфире, нас из-за тебя убьют! Сам замолчи! Боевой расчет? Да, командир! Посвятите-ка здесь! Приказ принят! Освещаем окрестности! Луна! 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 Луна рождается в ночном небе, чтобы возвыситься и утонуть. Влюбленный Меджнон стремится отдать свою кровь. Мустафа, эти люди пришли с запада. Утром там еще было пусто. 662-й Джезра, это приносящий бурю. Что вы видите? Прием! Вейсель, рождающий. Слушаю приказ. Они собирают людей. Ловушка захлопнулась. Сколько человек? Они окружают с востока, чтобы остановить вас. Вам нужно торопиться. Командир, сколько их? 12 тысяч. Уходите оттуда. Что это значит? Мы полностью окружены. Как повезло. Угадили в самое пекло. Командир, машина рабочая может прорваться на ней. Турция не пошлет нам помощь? Это секретная операция. Официально Турция не нарушала границ. Нас можем спасти только мы сами. Ситуация проясняется. 12 тысяч человек направляются в горы, чтобы перехватить американских солдат. Нам нужно найти надежное место. Есть. Есть такое. Есть такое место, друзья. Темное место. Если ваши силы будут на исходе, оно вас спасет. Вы прошли препятствие. И думаете, что выдохлись. Но это не так. Сейчас я вам покажу это место. Ты. Беги, Расбэй, из Анкары, командир. Ты был ранен? В правую ногу. Мне плевать. Препятствие прошел. Болит? Болит, командир. Мне плевать. Устанно? Ноет? Немного ноет, командир. Мне плевать. Беги. Беги, Бикир. Беги. Давай. Как прикажете, командир. Пусть боль будет не в ноге. Пусть маячит впереди. И пусть ноет. Но оно приведет тебя в безопасное место. Нами управляет разум. Тело ему подотчетно. Разум, которому нечего терять, не сможет починить тело. У тебя есть, что терять, Бикир. Я выгоню тебя. Нет сил терпеть. Тело отказывает. Ноги горят. Но в это укромное место вы добираетесь не только ради себя. Бикир, Расбэй. Если ты не будешь здесь через 30 секунд, я выгоню твоего друга Агуса. Собери свою волю. Ваша профессия, ваша семья, любимая музыка, любимая еда. Это все не важно. Важны лишь две вещи. Родина и ваш соратник. Если погибнут они, умрете и вы. Если нужно, воин потеряет раненую ногу. Но никогда не потеряй друга на середине пути. Боль в ноге, конечно, сильная. Ты каждый день будешь проходить электрофизиотерапию. И ты будешь рыдать. Ясно? Так точно, командир. Салаки, думаете это все? Всем встать! Всем стоять по грудь в воде. Мочалками воды не касаться. Мы тут встречаем рассвет, товарищи. Ваше тело озявнет. Будет дрожать. Ну а как перестанет, вы поймете, что замерзаете. Но вы держитесь. Выйдите на сушу, поприседаете. Утром мы проверим мочалки. У кого будет влажное, того выгоним. Нет, командир, я не люблю чай. Вот был бы кофе, выпил. Командир, а нам чаю можно? Можно, подходи. Давайте лучше вы к нам. Вода чудная. Да, нам вас не хватает. Бекир, ты опять хочешь побегать? Нет, командир, я только согреться хочу. Пусть тебя греет любовь к родине, Бекир. Вы быстрее и сильны, как молния. Вы как стихия. Вы несокрушимы. Вы выжрете и на дне моря, и на земле, и в небе. Поняли? Вам будет страшно. Страх – это хорошо. Страх заставляет жить. Но не бойтесь высоты. Потому что орлы не боятся высоты. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Нашел. Доступа нет. У меня тоже. Готов? ФГ-1, это ФГ-2. Усыпальница зачищена. Всем желаю. Не стоит. Что? Ничего не стоит. Подкатывать ко мне. Я пришла купить книжку. Откуда такая агрессия? Ты что, следователь? Хотя, не отвечая, мне и правда неинтересно. Неужели все парни, которые с тобой знакомятся, так быстро сдаются? Если мне неинтересно, да. У меня есть теория. Все мужчины на самом деле воины, идущие в бой. А женщины крепости. У одних цель стать как фатих, завоевав крепость. А у других, оберегая себя, послать других воинов. Очень романтично. Но есть некоторые воины, которые настолько удивительны, настолько уверены в себе, что вместо того, чтобы штурмовать крепость, они входят через парадную дверь. И, конечно же, ты считаешь себя одним из тех удивительных воинов. Только вот пока у тебя ничего не выходит. Кофе выпьем? У меня тоже есть теория. В итоге у вас вместо любимой занимает работа. Возможно. Только нам, женщинам, это не нравится. Почему именно спецназ? В бою есть такое чувство. Понимание ситуации. Когда ты понимаешь цену жизни? Ты черепаха. Черепаха? Твоя субличность черепаха. Потому что я в зеленом. Представь черепаху. Она медленно переходит с одной обочины на другую. Ей плевать на машины. Она полагает, что панцирь ее защитит. Но на самом деле он сломается, ее раздавят. Другими словами, личность, которой все равно, что с ней будет, это черепаха. Умной женщине не следует выбирать подобного мужчину. Мне стоит просто встать и уйти. Ничего же не уходишь. Когда ты начнешь служить? Если забыть про все унижения, то через пять лет. А сколько лет тебе нужно? Проверьте. Это царь. Он больше похож на грека. Я сделаю вид, что не удивлена вашим познанием. Раньше над моими знаниями смеялись. Затвор. Саргон, царь, живший четыре тысячи лет назад. После этого место много раз перестраивали. Шумеры, греки, римляне, арабы. И так до сегодняшнего дня. Некоторые оставили мозаики, некоторые мумии. А некоторые взрывчатку. Как думаете, солдаты это благо? Знаете, в те времена тут тоже были воины. Они тоже сражались, убивали друг друга и все еще продолжают. Вы так пытаетесь оправдать неприязнь к армии? Проецируя войны на солдат? Еще раз. Я не считаю всех солдат благом. Только тех, кто служит народу. Мне это все может пригодиться? Надеюсь, что нет. Вы убали? Каково это чувство? Это не чувство. Это отметина. Командир, я вас донесу. Я смогу вас донести. Агус, проснись! Вас будет преследовать это. Среди ночи будете просыпаться от кошмаров. Я тоже человек. Я тоже боюсь. Я тоже боюсь. Агус? Ты белый как смерть. Что такое? Не сиди тут, пойдем. Я тут нормально. Ты так с ума сойдешь. Не зацикливайся на том, что надо забыть. Понял меня? Когда они нас спасали, они думали, что я совершил геройский поступок. Будто я непоколебимо стоял в прицеле у снайпера. Но это не так. Там я выдохся. И сломался. Но, Бекир, я не хотел бросать его. Такая вот странная штука воспоминания. От них не уйти. Тогда был большой соблазн не высовываться. Даже думать об этом приятно было. Я не смог устоять. Что, если я там умер? Что? Не физически. Что, если там погибли мои лучшие качества? Поэтому я должен вернуться туда и проверить. Только это заставляет меня жить. Только это мне в радость. Ах, только это в радость? Знаю, мои слова для тебя. Бред. Ты все переводишь на наши отношения, на флирт и так далее. Даже не думаю. Ты считаешь себя самым умным? Но жить не значит победить свои страхи, а принять их. Продолжать, несмотря на них. У меня тоже есть страхи. Какие, например? Например, простыть. Что такое? Что такое? Тебя тоже вроде только радовали мертвецы и трупы. Ну, ты тоже смертная. Я найду себе адекватного парня. Иди, найди свою войнушку. Куда идти? На войнушку иди, дурак. 662 джизре. 662 джизре. 662 джизре. Мы в опасности? Не знаю, командир. Они не отвечают. Продолжай пытаться. 662 джизре. Есть визуальный контакт. Джейда, зачем она им? А как вы думаете? Они на нашем пути, командир. На чувствах забудь. Если мы сделаем вид, что не заметим, то у меня никаких чувств и не останется. Возвращайтесь. Что будем делать? Сколько дней вы не ели? Семь, командир. Не пили? Два, командир. Вы что, идиоты? Сколько дней ты не спал, Джебес? Три дня. Бросайте курсы. Эта жизнь не для вас. Ребята, мы вам стол накрыли. Принесли чудесное блюдо. Что у нас там? Кебаб. Мясо на углях. Айран. Чай, кофе. Баклава. С грецким орехом и фисташками. Что еще? Вода, вода. Там даже кубики льда есть. Представляете, как хрустят? И как стучат одно стакана. Единственное, что от вас требуется, сказать то, что написано на бумаге. Лечь! Я вуз. Иди, кушай. Командир. Я буду материться, командир. Он говорит, что будет материться. Может, не будем? Это пытка. Хочешь, матерись. Хочешь, пой песни. Только не песни, командир. Пожалеете нас. Назовешь имя на бумаге, поешь горячие еды и сладко поспишь. Хватит мучиться, Бекир. Эта жизнь не для тебя. Враг не даст вам воды. Не предоставит кровать, когда вы сдадитесь. И не даст вам уйти. Скажи, дружок. Скажи, и эта пытка закончится. Прости меня. В темную ночь я приду к тебе. Прощаюсь я. Не буду страдать. Прощаюсь я. Он идет на рекорд. Это он его побил. Прощаюсь я. Дальше. Прощаюсь я. Прощаюсь я. Прощаюсь я. Прощаюсь я. Прощаюсь я. Эти ребята знают, что такое война. Они не сдадутся. Командир, я пить хочу. Принесите еще воды. Командир, я пить хочу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Три Любимый затянет жалобную песню, чтобы сердце начало кровоточить Надень каску! Субтитры создавал DimaTorzok Снайпер! Субтитры создавал DimaTorzok Зачем поэт проливает кровь? Чтобы записать стих Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да Субтитры создавал DimaTorzok 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 Не бойся Ты в безопасности Тише Храни вас, Аллах! Пусть он убережет вас От злого рока Аминь! 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 В этот момент, когда мы обращаемся к Тебе с молитвой, не отворачивайся от нас, Господи! Аминь! Мы верим, что Ты милостливый, что Твоя доброта бесконечна! Подари же ее и нам! Аминь! Ты любишь тех, кто превозносит Тебя! Дай же и нам возможность однажды встретиться с теми, кого прибрал Ты! Аминь! Нет, Господа, кроме Аллаха, милостливого и милосердного! Не давай нам испытаний чрезмерных! Не делай нас зависимыми от кого-либо! Аминь! В данный момент, совершенный нами поминальной молитвой, подари нашей прекрасной девушке Мине покой! А нам, ее брату Мете, ее отцу Бейселю и ее матери, госпоже Айше, дай терпение! Храни нашу Родину! Наш народ! Наш флаг! Аминь! Мои соболезнования, Вейсель! Тебе нужно что-нибудь? Хочешь в отпуск? Я думал, что я знаю, что такое смерть, командир. В 94-м, когда был переворот против османов, и власть перешла правительству. Я знал, кто и где именно умер из наших. Тогда я был на вертолете со спецприбором. Мы находили наших погибших по запаху. Я думал, что я знаю, что такое смерть. Оказалось, что нет. Оказывается, смерть. И даже до тела 15-летней дочери у дверей больницы. Я ждал. И плакал. Из-за платьев, что ей не носить. Из-за ссор, которых у нас не будет. Плакал из-за непрожитой ею жизни. Вот бы она полюбила кого. Вышла бы замуж. У нее бы родились дети. Когда я пришел в себя, я понял, что пытаюсь разбить стену больницы. Я весь был в крови и в слезах. Разве это нормально? Рука в смятку. Но не нужно отпуска. Мне хватит и обезболивающего. Мы не страдали треть боеприпасов. Нам нужно как можно скорее добраться до Лизе, командир. Мы окружены. Наши следы повсюду. Мы и так тут нелегальны. Мы обостряем ситуацию. Знаешь, чему нас учили на командирских курсах? Врать. Это называли иначе. Но суть одна. Если мотивации нет, то и нет смысла. Ты не можешь просто сказать правду тем, кто идет на смерть. Нужно выдумывать. И самому в это верить. И какая же ложь? Красивая. Что бы, если они умрут, о них вспомнили. Сколько человек погибло под моим командованием? Не знаю. 23. Я всегда оправдывал себя тем, что буду помнить о них. Но с каждым новым днем я все больше забываю их лица. Как думаете? Выживет. Он слишком изранен. У вас есть вода. Ты при смерти. Я дам тебе морфий. Как тебя зовут? Тиар. Мы же ни в чем не виноваты. За что так с нами? Расскажи, что случилось. Они выгнали нас из домов. Мы пытались сопротивляться. Но этого было мало. Сколько вас было? Сколько вас было? Восемьдесят. Восемьдесят. А теперь я один. Командир, я отвечал за детей. Я. Ну, они даже маленькую Беллу убили. Не трать зря. Тебе еще пригодится. Ну, не оставляй меня здесь. Не оставляй так. Застрели. Застрели в сердце. Хватит с меня. Хватит. Аллах. Хватит с меня. Застрели меня. Хватит. Командир, меня там дети ждут. Они меня ждут. Сейчас вы новички. До того, как вы начнете службу, мы пять лет будем учить вас. История, география, медицина, химия, навигация на местности, психология и язык. Вы либо справитесь с обучением, либо бросите его. Ян Бикин, тебе конец. Потому что вы гарант качества. Обладающие знаниями настолько же, сколько и смелостью. Никогда не унижающие чувств. Вы первые, кто входит, и последние, кто уходит. Ваша задача попытаться спасти до того, как убить. Жизнь будет тяжелой. Возможно, короткой. Ваши семьи начнут делить вас с нами. Они будут рады тем малым крохам, что вы проводите с ними. Выпускной, годовщина, свадьба. Все это вы пропустите. На дни рождения ваших детей вы будете в горах под свистом пуль. Но каждая секунда будет того стоить. Это любовь такая, что даже если вы выдохнетесь, если больше не сможете, вы все равно не бросите. Добро пожаловать, друзья. Добро пожаловать, друзья. Командир, я вижу равнину. Какая же она зеленая. Наверняка хормы течет именно туда. Пять минут перерыва, потом продолжим. Принято, командир. Вы турки? Не понял. Тюрки? Да, мы турки. Мы тоже тюрки. Из Чалдаклы. Там тоже тюрки. Из Чалдаклы, деревня туркменов. Мы тоже тюрки. Вафля? В другой раз. С виду чисто. Только гражданские. Человек 30. Где Лизея? На 100 метров ниша. Нам нужно спуститься ниша, иначе не взлетим. Отсюда вижу Турцию. Как тебя зовут? Энегюль. Энегюль. А я Бекир. Этот брат Агус. Я попыталась поговорить, она не реагирует. Они выцарапали у нее на спине неверное. Сукины дети. И это, мягко говоря. Вот это дело, в которое вы не хотели вмешиваться. И на этот раз страдают не курды, и не арабы, а самые, что ни на есть, иракские турки. Как-то же они живут. Вдали от цивилизации. Разве это жизнь? Когда 100 человек против одного, как он выживет? На это непросто ответить. Есть ли в истории примеры? Есть. Караджилар. Они сумели выстоять в войне, несмотря на превосходство врага. Конечно, разбирая этот случай, надо обратиться к английской идиоме. Мало не значит меньше. Конечно же, в этой войне греки. Будучи в себе уверены, еще бы, 70 тысяч человек. Знаешь, почему я скучаю? Они обрушиваются со всей силой на район Ордыч. Под раком с тобой. Когда не будет командира, давай кулаками помашем. Тебе долг, ты парень. Бекир, Агус, что такое? Командир Бекир хочет в последний раз хорошенько со мной подраться. Ну ты и выдал. Ответь. Как следует доктрине Харта, 10 человек могут выступить против 100 человек. И вы оба свободны. Командир, тысяча всегда побьет сотню. Правда жизни. Следуя Харту, чтобы осуществить обратное, нельзя противостоять в лоб. Как это? Объясни. Используя хитрости и преимущества, нужно вести косвенную войну. Итак. Последний Махач. Конец эпохи. Бьем по одному разу. А что такое? Боишься двух ударов? От того, кто боится, слышу. Ну иди сюда. Давай. А ты учишься? Давай. Ну что, живой? Ты как? Козвенная борьба? Разве можно бить в нос? Я что, целился? Просто бил. Погоди, не вставай сразу. Смотри вверх. Я влюбился в одну девушку. На днях встретились. Кажется, я понравился ей. Сто миллиардов галактик. В каждой из них по сто миллиардов звезд. Несчислимое количество планет. И одна девушка влепелилась в Бекера. Я, может, и женюсь на ней. Не хер о себе. Не врешь? Давай, Бекер, живи свою жизнь. А как ее надо жить? Место, куда упал Умут. Мы слетим. Прямо моя родина. У тебя на родине тоже стреляют? Наши девки круче пуль. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Вы турецкие солдаты. Да. Собирайте к завтраку. Обед же. Верно? Это у них второй завтрак. Некрасиво отказываться. Я тоже так думаю. Буран единственный мужчина в деревне. Пообщайтесь с ним. Добро пожаловать. Спасибо. Сколько человек в этой деревне, Буран? 15 парней по 25 лет. Остался только один я. Господа, будет лучше, если мы вернемся уже, не побеспокоив никого. Можете отдохнуть в моем доме. Пойдем. В ногах правды нет. Идем. Спасибо. Мы побеспокоили тебя. Ну что вы, командир. Дети здесь только и мечтают о том, чтобы стать турецкими солдатами. Мы выросли на рассказах о вас. У тебя очень хороший турецкий. Я закончил лицей в Газиантопе. До войны мой папа работал с Турцией. Он привозил камни, чтобы вы видели на площади. После того, как он умер, и дело погибло. А можно спросить, что с твоей ногой? Когда эти собаки три года назад напали на нас, мы все собрались и решили дать им отпор. Я был ранен в ногу. Командир, эти земли были самыми плодотворными землями в стране. Здесь росла пшеница, фрукты. После войны здесь все было разрушено. Османа назвали это туркменской землей. Туркменов тут не осталось. Мы все разобщены. Мы как остров между Арабскими и Курдскими морями. 662, отчитывайтесь. 662, прибыла на место назначения. Наша новая кодовая имя 923, Гора. Гора, так точно, вас понял. 662, диспетчер, Гора слушает вас. Погоди, вы сель? Слушаю вас, командир. Нам только что приступили сведения о передвижениях противника. Они направились к деревне. Какая деревня? Чардаклы. Завтра к обеду они уже будут там. Скорее уходите оттуда. Отбой. Я все понимаю, командир. Берегите себя. Оставайтесь живыми и невредимыми. Этого нам достаточно. Майор Вейсель, это деревня шиитская. Я знаю. Не могли бы вы меня выслушать? Вейсель! Здесь ведь всех убьют. Наши задания, а не защищать их. Речь не о задании. Вся проблема в задании. Тут твои чувства и желания не имеют никакого значения. Единственное, что важно, это задание. В твоем мире ответственность заключается в идеалистическом понятии. Твоя мечта – помогать хорошим людям. А в моем мире – не дать умереть храбрым людям, которых я хорошо знаю, которые мне как семья. Вся проблема в задании. Нет, командир. Важно, что такое смелость. А смелость не в убийстве врага и охране границ. Смелость выражается лишь в одном – в защите невинных. Война идет. Война идет сюда. В чем виноваты эти люди? В чем они провинились? Ну, скажите. Энигюль, иди сюда. Идем. Скажите ей. Пусть знает. И скажите, что мы уходим. Скажите, что завтра вечером тут все будут мертвы. Что ее завтра ждет? Скажите ей. Ну же. Смелость – это оставить на произвол судьбы девочку и всю эту деревню. Тогда я предпочту трусость. А вы оставайтесь смелым. Эй, ты что тут делаешь? Там такая толпа. Вышел подышать. А ты что делаешь на пороге своей свадьбы? Тебя жду. Пойдем танцевать. Еще и отца прихватим. Идем. Кстати, где Джи? Ушла. Почему? Не знаю. Наверное, потому что мы мало виделись. Знаешь, у меня немного друзей. По сути, всего один. И даже его, знаешь, я постоянно обижаю. Этот человек очень много думает. Думает и думает, пока хереет. Считает себя одиноким. Но он не одинок. У него есть я. У него. Да, именно. Увижу, передам ему. Смотри, кольцо ведь можно потерять. И мы нашли такое решение. Молодец. Кто бы мог подумать, что ты женишься. И вот мы на свадьбе. Да, жизнь длинная. Ошибок много. Может, и тебя забракуем. А у меня? Давай, вставай. Я должен посмотреть, как ты опозоришь эту тетю. Я-то? Тут уж я ас. Вот прикажу, будешь на хренью плясать. Ты серьезно? Ну зачем вот это все? А чтоб ты не думал, что у тебя все медом мазано. Ну смотри, я не так прост. Вот и посмотрим. Вот и посмотрим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это их право. А почему они не останутся? У них есть своя страна. Ее надо защищать. Мы им чужие. Но это не значит, что им все равно. Просто у них есть долг перед их народом. Но мы справимся. Я обещаю. В конце концов, мир придет и на наши земли. Мы не такое переживали. А скоро все наладится? Конечно. Скоро. В конечном счете, любое зло выдыхается. И добро, оно всегда выносливее. Вот в Турции уже хорошо. Она большая. Там есть Стамбул, Анкара. Большие города. А можно мне их посмотреть? Думаю, да. Конечно. Я обещаю. Командир. Я понимаю, это не полстава. Но этим людям нужна помощь. Ты же не журналистка. Не дури. Знаешь, я подумал, что вообще для нас чувство долга. В долгу ли мы перед своей родиной или перед всем миром? Я бы хотел сказать, что второе. Мне бы хотелось исправить многое в этом мире. Но кто тогда защитит мой народ? И встав на путь вмешательства, не обратим ли мы добрую волю во зло? Мы станем захватчиками. Мы сами будем сеять разрушения. Речь об этой деревне? Все начинается с малого. Прецедент создавать ни к чему. Знаешь, это же не в первый раз. Я сталкивался с такими дилеммами. Думаешь, мне не хотелось помочь? Еще так. Но я задумывался о последствиях. О том, что погибнут близкие мне люди. А что, если мы все сами согласны? Тогда это снимает с вас часть ответственности. Может, зато потом жить будет легче. Я вам даже потом за это выпить поставлю. Можно вас подкупить? Хотел бы я, чтобы все это решалось так просто. Вера, может, мы сами все усложняем? Возможно, ты и прав. Может, и так. Может, проще их эвакуировать. Или постараться. Что скажешь? Ну, что скажу? Вы же у нас командир. За вами и последнее слово. Верно. Но если можно, то я бы спас детей, если такое в наших силах. Иногда просто нужно поступать по совести. Ведь они тоже тюрки. И мы в ответе за них тоже. Мы уже на подлете. Мы уже на подлете. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А вы не полетите? Нет, мы останемся здесь. Вы же этого хотели. И что? То, что я не трус И что, все солдаты согласны? Да Это общее решение И вам здесь делать нечего Летите домой Мы прилетим позже Будем надеяться на лучшее Вы уверены? Конечно Летите, все будет хорошо Обещаю Точно? На всякий случай Субтитры сделал DimaTorzok Вертолет отбыл Прием Объясните, почему вы остались? Вам был отдан прямой приказ Улететь! Командир, мы посовещались И решили, что будет лучше эвакуировать детей Подтвердите общее решение Я решил остаться добровольно Лейтенант Мустафа Я решил остаться добровольно Говорит Червис Я остался сам Говорит Агус Я остался добровольно Подтверждаю слова командира Я остался сам Говорит Бекир Я остался добровольно Подтверждаю Я остался сам Я верю командиру Как только сможете Пришлите за нами вертушку Вейсель Да, командир В этом районе Противник Транспорта не будет Мы займем здесь оборону Отобьемся И они нас заберут Если уж решили быть героями Будем ими до конца В конце концов Это земля родичей Верно, командир Байберс Да, капитан Иди, дастань флаг Теперь это наша земля Постараемся помочь американцам Задержав этих собак Это весь боеприпас Больше ничего нет Думаю, этого хватит Если не ввязываться В прямую перестрелку В бою сможем добить еще В принципе, мы Готовы встретить и бронетехнику Хорошо Там будет видно Когус План Сюда видит дорога Длиной в 20 километров Вот этот отрезок Просматривается полностью Займем позицию напротив И заминируем дорогу Вон там, там хорошее место Там мы и посадим снайпера Туда снайпера и посадим Хорошо Это довольно далеко Нам нужно придумать Что мы будем делать с техникой Может, их отпугнем? Вторая огневая точка там Я там буду как на ладони Боишься? Нет, не боюсь Там видимость очень хорошая Но нужно прикрытие Обеспечишь? Постараюсь, командир Это третья точка? Да, Мустафа уже осмотрел Так как местность открытая Нам всем придется поработать снайперами Коктейль Бейбарса На этот коктейль Уже Молотов взял патент Мы будем сильно разбросаны Ну что ж, другого варианта у нас нет Командир Командир Можно к вам обратиться? Спасибо вам большое Я хочу вам помочь Мы не обязаны их защищать Но красоту тоже нужно защищать Иногда просто надо найти на это силы А красивее всего Невинная жизнь Шансов у нас мало Но все-таки они есть Я понимаю Мы готовы В конце концов Эти люди Пережили многое Их все бросили И мне больно это понимать А тебе? Командир Я согласен Мы все согласны Не выходите Пока мы не скажем Командир У нас все в порядке Мины установлены Возвращайтесь Как настроение? Бодрое Вокруг такая красота Вот бы остаться тут Типун тебе на язык Но я бы потом не отказался сюда вернуться Когда этих собак перережут Это старая земля У нее нет хозяина Сюда приходили Отсюда уходили Теперь вот она Наша Губу закатай Скажите А никто из вас не пожалеет? Ну о том Что мы решили тут остаться Может и Погибнем? Больно будет Если жалеть начнем Некрасиво Периметр чист Что? Можете ляпсы точить Мустафа вон вообще тут Решил остаться Скажи Ты серьезно? А что? Смог бы ты жить простой жизнью И трудиться каждый день Смог бы Потому что я бы сам хотел Когда уйду на покой Так жить Ну началось А что такого? Я тоже романтик Могу бы мечтать Познакомлюсь с местной Устрою свадьбу Детей с ней заведу Сад разобью Интересно Но отношения Пару и похлеще войны Ну у меня такой опыт Может у кого-то конечно Все сильно иначе Но я бы Выдержался По крайней мере пока Не думаю Что я кому-то Интересен Командир Скажите ему сами Что будет И на его улице праздник Если честно Что-то не верится У меня Сожа была Прожили пять лет Как один день пролетели Жалею ли я Хотел бы ее не встречать Я даже точно не отвечу Но сердце у меня До сих пор болит И я не понимаю Почему так вышло Но мы разошлись Все к этому шло Я Просто не мог ее удержать И она ушла А через год я Уехал слушать Когда вернулся Все Она уже Была с другим Такова судьба Мне на войне Идло спокойней Я не могу ее забыть Только здесь Тревоги за жизнь Перекрывают Тревогу о ней Вижу врага По позициям Ариф Держи меня в курсе дела Полк Двести с лишним человек Восемь единиц техники И танк Абрамс 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 Только этого не хватало Какой строй Полное окружение Два спереди Два сзади Классика Саддама Осталось пять минут Бойся, Хидр Будешь бежать шустрее У них есть танк А у нас есть Бекир Кэш-Рэф Сделай то, что умеешь Лучше всего Если ты высунешься Я тебя прикрою Бекир Я готов Ну давай Иди сюда Давай Он защитит от пули? Не защитит Ну а нас рикошетит Давай, пригнись Они подходят к узкому месту Риф, приготовься Крабрые умирают один раз Трусы Тысячу раз Четвертый канал Я настроил Раз Два Три Тысячу раз Зачем кричать в горах? Чтобы услышать эхо. Взрыв. 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 Сидор! 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 Вперед! Байбарс, мы не сможем удержать танк! Беги к узкому месту! Байбарс, прикрывай! Байбарс, прикрывай! Они проходят! Бекир, путь на чеку, они подходят! Байбарс, прикрывай. Ты молодец. Рацию включили. Скажи, что в мечети чисто. Только мы. Мечеть зачищена. Опять ты, блин. Я что, так и не смогу один умереть? Айбарс, начинай! Айбарс, начинай! Айбарс, начинай! После того, как завянут. Ариф. Ариф, спускайся оттуда. Заряжай! Ариф, быстрее! Ариф. 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 Продолжение следует... Ариф, ответь! Они входят в деревню! Ариф, в последний раз говорю, спускайся уже! Субтитры создавал DimaTorzok Командир! Жирак взят! Бэйбарс, мы идем! Парни, я за вами! Вперед, ну же! Командир, вам нужен учитель! Мустафа, командир! Недавно мой сын спросил меня, папа, ты герой? И что ты сказал? Нет! Но я подчиняюсь приказам одного героя! Ну же! Человек растет в колыбели, чтобы лечь в могилу! Держись! Ариф, сколько человек ты видишь? Десять командира! Девять! Ариф, ты же знаешь нашего Рюзгара! Как же мне не знать, красавца? Копия отца! Ариф, сзади! Бурак! Тебя ранило! Я в порядке, командир! Рюзгар! Я позабочусь о нем, командир! Для чего герои умирают? Чтобы жил народ! Рюзгар мой! И пусть все знают! Ариф, отчеты ситуации! Мы живы, командир! Корхан! Он тяжело ранен, командир! Немедленно выбирайтесь оттуда! Прикройте нас! Прикройте! Так точно! Бекер! Спасибо! За что? Не я! Здравствуйте! Я совсем не привык к такому! Я скорее ждал от тебя длинную историческую небылицу! Ну, там, гунны, хититы и остальные! Хабеша! Что? Их звали Хабеша! Вот об этом нахер я и говорю! Уходим! 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 Продолжение следует... 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 Последний! 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 Давай, я спущу тебя в подвал. Храбреца на войне не скрыть! Играет музыка. Устанавливайте приложение 1xBet на компьютер или мобильный И большие выигрыши от 1xBet будут всегда доступны Регистрируйтесь на самом надёжном букмекере 1xBet прямо сейчас Агузь, помоги! Регистрируйтесь! 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 Нет! Регистрируйтесь! 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 хорошенько обдумать. Как вы думаете, почему мы спасаем эту женщину? Это журналистка, которая всю свою карьеру бронит армию. Но в каждом поступке есть дополнение. Конечно, командир. Есть ли? Есть ли дополнение? Они отрежут голову турецкой женщине и запишут это на камеру. Мир будет это смотреть. Прежде всех дел, у нас есть основное дело чести. Прижимай груди, наш народ, нашу страну, наши собственные жизни. Бывать вместе с ними, с нашим врагом. Все равно, будут ли нас ненавидеть или любить. У нас есть ответственность перед народом. И это ответственность света. Ответственность, преследующая нас до самого конца. Господа, это ваше первое задание. Пришло время. Верно. Время шить. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Командир, ну это уже было. Давай тогда покажи, что можешь. Давай сам попробуй забить. Там же Бейбарс на воротах. Ну ладно, я подамся тебе, бедняка. Привыкни уже к поражению, Бейкер. Без труда не выловишь и рыбку из пруда. Командир, вы тоже тут были? Но не всегда так. Я забиваю одной ногой. Ну же, ну же. Давай. Бейбарс на воротах. Бейбарс на воротах. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 ДimaTorzok